Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы достаточно много говорим с вами о заявлении Меладзе, о том, что необходимо бойкотировать, так скажем, новогодние, значит, огоньки или новогодние программы на телевидении, из-за того, что, ну, он говорит, целая отрасль, так сказать, осталась без внимания, и более того, не то что внимания, а еще и не дали отработать деньги, которые, в общем-то говоря, потеряли весной, запретили все массовые мероприятия, хотя он говорит, люди спускаются в метро, не соблюдая никаких, так сказать, там, санитарных требований, имея в виду, значит, социальную дистанцию и так далее. Он давал интервью, газета.ру опубликовала, он сказал, что ему не свойственны какие-то эмоциональные порывы, еще что-то. Ну, в общем-то, такое, знаете, интервью довольно, ну, хоть что-то стало понятно, хоть я абсолютно с ним не согласен, еще раз скажу, я отрицательно никогда к Валерию Меладзе не относился, и, в общем-то, для меня удивительно именно от него было услышать эти слова. Но то, что мне вот буквально 20 минут назад прислала подписчица в Инстаграм, это, конечно, меня просто поразило, это она прислала из Инстаграма Меладзе, я зашел, сам посмотрел, он выложил пост 2 часа назад, на основе, видимо, всех данных, которые он имеет, где, в общем-то, в СМИ его там обсуждают и осуждают, и в комментариях огромное количество осуждений у него в Инстаграме, что так нельзя говорить, что, а как же быть с шахтерами, с медиками, с, значит, педагогами и так далее. Я тоже не понимаю и не очень понимаю, да, заключили контракт, он говорит, на Новый год, и сейчас приходится, так сказать, переносить все, и деньги они не заработают и так далее. У него есть в Инстаграме видео, где он там картошку чистит, а, значит, Джанабаева за кадром спрашивает, что ты будешь делать, он говорит, через 40 минут должен быть концерт, а я вот сижу картошечку чищу, ну, откровенно, так скажем, смеется над тем, что должен быть концерт, а все отменено, и никуда не пойдешь. Видимо, люди все-таки должны прийти и слушать, сидеть, да. Он считает, что раз люди не соблюдают требования в метро, то и здесь они должны не соблюдать. Призвать к соблюдению требований, мне кажется, было бы самым правильным, что, уважаемые граждане, соблюдайте социальную дистанцию во всех общественных местах и в том числе на моих концертах. Я же думаю, они могут проходить, но при соблюдении всех необходимых санитарных норм. Но шахтер же не выходит, к примеру, и не говорит, что мы завтра не дадим угля стране, и пусть народ замерзает. Вот, понимаете, я с чем хочу сравнить. И пусть народ замерзает, но потому что, там, грубо говоря, нам мало платят. Шахтер же так не делают, хотя это труд адский. Они понимают, что люди-то, тепло в домах. Зимой шахтеры взяли, вышли, сказали, да. Нам не платят, мы не будем работать, все. Люди начали замерзать. Это еще проще обратить внимание. Это тепло людей в домах. Тепло, точнее, у людей в домах, да. Это тепло детям, это тепло, так сказать, взрослым и так далее. Медик не выходит так. У нас, так сказать, проблемы, да, в отрасли. А сейчас в медицине уж проблемы, наверное, посерьезнее, чем в сфере индустрии развлечений, да. Хотя бы в силу того, что медики сейчас просто на передовой, да. Но они же не выходят, не говорят, мы не будем лечить вообще никого. Они самоотверженно делают за копейки свою работу. И почему-то вдруг именно наши звезды отличились. И вот Меладзе два часа назад выложил, значит, соответствующий пост. Альбина Джанабаева поддержала. И Вера Брежнева поставили лайки. Они одобряют этот пост. Я вам предлагаю его посмотреть. Это ответ, видимо, Валерия Меладзе, так сказать, всем людям, которые не поддержали его и даже осудили. Вот посмотрите, пожалуйста. Под песню Аллилуйя. Я не могу ее вам включить. Но, тем не менее, под песню Аллилуйя, что он делает? Смотрите, пожалуйста. Ну, вы знаете, я как бы ко всему отношусь с пониманием. И, как мне кажется, всегда необходимо разобраться, что к чему человек бывает. Действительно на эмоциях может что-то сказать, призвать к бойкоту, призвать своих коллег не участвовать в «Голубых огоньках» и так далее, в новогодних мероприятиях на телевидении. Но такого я давно не помню, друзья. Я скажу вам честно. Я просто-напросто был шокирован тем, что я увидел. Потому что на фоне всего, что люди говорят, на фоне всего, что люди высказывают и говорят, что мы будем рады, если вы бойкот организуете на фоне этого. Вот, к примеру, комментарии в инстаграме Валерия Меладзе. Послушайте, Валерий прав. Пусть все артисты-звезды, в кавычках, пишет rrg1992, бойкотирует новогодние огоньки, это будет самый лучший подарок для народа. Хоть в один Новый год не видеть по телевизору эти надоевшие, сытые рожи. Это пишут прямо в, значит, инстаграме Меладзе. Но он не может не видеть. Таких комментариев здесь, значит, огромное количество. Ну вот, к примеру, значит, одумался или брат приехал? Значит, дальше, ну и так далее, значит. Я даже, собственно говоря, читать не очень могу, потому что люди пишут, пора уходить, начинай бойкотировать прямо сейчас. То есть, в общем-то, люди говорят о том, что уйдите, потому что радость у вас не будет. Но он, Валерий Меладзе, я не могу понять его. Он откровенно, вы понимаете, я понимаю, что юмором всегда можно что-то высмеять, какую-то проблему решить. Но в данном случае уместен ли юмор? Я не уверен, что он уместен. Когда, в общем-то говоря, ситуация в стране вот такого порядка, ну, наверное, он уместен для тех людей, вы понимаете, которые их не заботят завтра, их не заботят завтра их детей, жен и так далее. Потому что средства есть. Ну, не будет же Меладзе, наверное, отрицать, что у него средства на завтра есть. А вот у миллионов людей нет в нашей стране их. И они воспринимают это совершенно по-другому. И они воспринимают это, как, собственно говоря, личную обиду. Точно так же они бы восприняли, вот, кстати говоря, шахтера бы, возможно, поняли, потому что поняли, что с мизерной зарплатой, да, учителя, значит, врача, если бы не сказали, мы не будем лечить вас, не будем. Зарплата такая. Педагог сказал бы, я не приду учить ваших детей. Потому что люди бы понимали, что зарплата такая, что, да, мы будем нести, так сказать, у нас будет там дискомфорт и так далее, минусов будет много. Но, по крайней мере, люди, может, что-то добьются, так сказать, в этом смысле. А здесь, а здесь, люди почему не поддерживают? Потому что они понимают, что уровень оплаты труда-то совершенно другой. За концертную деятельность, за корпоративы. У медийных этих личностей, у так называемых звезд, просто, понимаете, они зарабатывают баснословные гонорары. Баснословные гонорары просто. И когда они иногда признаются и просачиваются информацией, сколько они зарабатывают, у людей волосы просто дыбом встают. Волосы дыбом встают. Они живут в иной параллельной реальности абсолютно. И поэтому их это не заботит. Можно эту проблему превратить в шутку. Новогодние огоньки, так сказать, сказал, призвал людей не ходить, не петь. А раз, так сказать, вот такие мероприятия, раз такие вот дела, что все запрещают, так давайте на новогодний огонек не пойдем. Понимаете, и пусть люди, так сказать, посидят без нас. И, может, это государство обратит внимание, раз люди не увидят нас. А люди сказали, да не приходите, мы рады будем. Рады будем. И, я не знаю, то ли от эмоционального опять порыва, то ли еще от чего-то. Под песню «Аллилуйя», под песню «Аллилуйя», значит, Меладзе с смехом, с усмешкой на лице, просто откровенной, понимаете, в чем дело, откровеннейшей, значит, пишет «Пи-эс постскриптум к предыдущему посту не отказываюсь ни от одного своего слова». То есть он не отказывается ни от одного своего слова. Да, может быть, в чем-то он и прав. В том, что огромное количество людей, которые в этой профессии задействованы, но которые не являются медийными или такими личностями, которые не зарабатывают баснословные деньги, они, я говорю, осветители, гардеробщики, танцовщицы, танцоры и так далее, там, я не знаю, визажисты, кто там еще есть, что, в общем-то говоря, они остались без заработка. Но обычным людям говорят что? «Идите, переучивайтесь, идите, двор метите, идите еще что-то делайте». Здесь проблема. Государство помогает нам. Государство может врачам помочь надо? Эти люди имеют столько денег, что они могут содержать свои коллективы, я не знаю, 10 лет подряд. Понимаете, в чем дело? Мне так кажется. Судя по тому, какой уровень жизни мы видим у них. И, вы знаете, дело все в том, что меня это, вот, например, просто оскорбило то, что я увидел. У меня это вот абсолютно. Да, проблема такая есть, но разве в таком формате ее можно показывать? Вот не отказывайте от одного слова в предыдущем посте. Он пишет, что люди не соблюдают дистанцию, значит, приняты, так сказать, меры, огромное количество людей из индустрии развлечений остались за бортом, у них нет денег, и, в общем-то, он предлагает, раз нет развлечений, то и пусть и по телевизору их не будет. Играет, так сказать, так называемые звезды, не ходите, и пусть и огоньков этих не будет. Понимаете? И вот он что делает. Это вообще, это просто фантастика какая-то. Я читал вот комментарии, и на газете точка ру вроде он сказал, что, значит, у меня слов нет, друзья. Напишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете по этому поводу. Это откровенно какая-то усмешка. Просто усмешка какая-то. Я не понимаю, я абсолютно, ну как, не то что я, вот нет слов, потому что для меня я к Меладзе относился по-другому. Я вообще в этой, как бы в этом, я снял первое видео, даже проблемы в этом не видел. Но он дальше, эту ситуацию, вот в какое русло поворачивает. Не думаю, что это, это просто отвратительно. С вами был Будда Гришна, ребят, подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы сейчас с вами находимся, на канал о саморазвитии Будда Гришна Live. И добавляйтесь в друзья, будем дружить. Добро пожаловать на мой инстаграм, Будда Гришна, нижней бочурки не официал. Всем пока, ребят, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,